всем привет всем доброго времени суток сегодня с вадимом я так думаю закрываем сезон хотя как это говорят дураки мне зарекались лучше да короче наверно будем закрываться может быть еще и выйдем но погода сегодня позволяет сегодня интересно прошление рыбалка у нас была она видео не попала был сильный южак 6 метров и за целый день у нас не было ни одной поклевки одного карася я поймал за задницу под подбагрил и напарник одну щучку больше поклевок не было это в этих местах у нас первый раз но был очень сильный южный ветер и вот я замечаю пишите в комментариях под непонятно почему но в принципе это как это народная мудрость если ветер с юга то них них ездить на рыбалку ничего не ловится не знаю почему чем объясняется ну вернее я догадываюсь наверное какое-то давление до перепад какой-то резкий давление ну если южный ветер затягивает и рыба при южном ветре залазит в кусты то есть она вообще не двигается и не ловится сегодня восточный ветер туман моросит дождь не дождя уже нет ну будет моросить вот такая рябь то есть идеально щучья погода посмотрим что но может помешать луна ладно поехали приехали начал дождь моросит может это брызги были да это мы надеемся погода если в эту погоду плевать не будет тогда я разочаруюсь во всех этих предсказаниях и скажу что все это брехня клюет она тогда когда ей хочется да вот скромный дядя толя шестью воблерами да ну это нормально так с чего начать с чего начать начать совсем с крупного ну чтобы просто и служба медом не казалось просто этот воблер не сильно зарывается в землю поэтому есть такое как это у 1 и 4 пусть по этому поле у нас несет каната конечно я может и погорячился надо все равно с чего-то начинать метанием двадцатого года катушка и за диас мой до 40 грамм сейчас вообще надо понять где она стоит мы вот тогда катались то есть искали с глубины потом мель 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 и нашли ее на вот полтора два с половиной и вся там брала сейчас надо тоже попробовать это найти так под нами два метра немножко неправильно сильно стянуло может подтянуться чуть-чуть вперед надо или ладно давай тут вот так будем по борту кидать проверим что тут делается а что ты меня больше ты мне заговариваешь и клевала два раза я ее за хвост кстати зацепил поэтому подцепи подцепи она еще и больная не а за морду взяла вот ребята первое но как видите совсем ей плохо зеленку мы забыли зеленку мы не взяли поэтому да это не кишки это этот гниль а я думал за хвост зацепил потому что смотрю что-то не то да да два раза била и что что стоило ребята покушать вот так ее вообще развернула пройдет хер я знает без зеленки нет ну я не знаю у всех разное мнение это щучья чума говорят что она проходит излечивается у них другие говорят что такую щуку надо закапывать ну типа за очень толстую причем нужно попробовать переставить другую катушку вот она ух ты ехана ух сошла какая красавица было хорошо долбанула просто по радостному такой был придав капитальный тяжеленькая была такая закелушная начала просыпаться видишь или мы поели одно из двух вот какая примета сейчас работает ну мы поели и сразу проснулась за это только мы поели вот это да понял сверху взяла неплохая вроде бы но это вроде бы да хорошенькая подготовь там пацан пожалуйста потому что реально неплохая щучка вишка в бок идет в бок идиот в бок идет нас канончик или 2 с травой вместе не хорошая шахту взяла на вот это было и поклевка знаешь была такая резвая она нажралась наверное так теперь надо как-то делать так сейчас придется брать придется брать так стоп пока держи где-то там у тебя к сумке пристегнуты эти кацанки дай мне пожалуйста так ребят ну такую бы мы конечно отпустили но есть такую бы мы конечно отпустили это как минимум наверное 2700 но капец видели что получилось поэтому мы ее забираем тут знаешь как с поводками жадничать нельзя у меня прошлое прошлый раз я я обычно спиннинг ты видел как я перевожу то есть поводки не меняю но через две-три рыбалки вот здесь вот начинает ломаться и просто тупо вот а у меня уже несколько раз было ну я его выровнял буду ловить пока на него а там вот если чуете да и вот очки он у тебя вы высоко идет эти скрыть бестолково мелкие на лопатах приличные ну лопата но она маленькая он такой на метровой глубине им а тут как она тут два с половиной до сраки а миль где то есть вот она есть ребята есть ребята ух нифига себе вать мама нафиг ты закинул это реально она даже с фрика у меня сняла я там видел такая молния ребята просто просто огромезная он она смотри какая ты видишь как она поднимается из пучины морской еле зацепил товарная да маленькая а так она пошла в бок как она забилась а ухты красавица она учета такая дундель короче ребята получается какое-то странное явление первые когда только заехали на воду ловили ловили вообще по нолям только покушали вадим говорит надо поесть иначе ничего не поймаем только поели за полчаса но первое отпустили то больная потом сход и потом вот это вот что сильно поранилась опять катались катались ни одной поклевки у вадима был сход опять давай поедим поели и считайте после еды с первого заброса и с третьего заброса сейчас перестанет надо у нас жертва еще осталось будем жрать и кидать зря ты его ставишь тут надо брать вот такую ну здесь надо чтобы она хотя бы метр-метр-двадцать зарывала это будет у тебя сантиметров пятьдесят где-то это на копию на мегабас вот она что-то не понял столь из травой то ли окунь то ли вообще ничего нет но было не тебе надо такой а вдруг поймаешь здорового знаешь я его как делаю вообще не не чищу просто про потрошил и этот про потрошил перемазал всякими вкусностями там типа приправками вот положил и утром прям вот такое смотрите какой хороший акунезо и утром его просто-напросто в духовке запекать запекаешь и все шкура снимается как панцирь никаких проблем если рыба хочет не хочет даже если она сильно вялая то на этот всегда клюнет а если не клюнет той на другие тем более и клюнет окунь окунь взял ну маленькие ну ты видишь я что говорю что размер приманки да хорошо да во весь рот а еще и значит так и их еще и снимать плохо вот такого куда он все эти все три крючка с тройника у него в хоре окунь не знаю сам удивляюсь уже думаю были не продать ли их кому-нибудь так вот кася дай спиннинг называется нифига себе слушай как она долбанула йома нифига себе ухты 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 вот чем не нравится на диких водоемах что вот щука вся такая молодая и горячая то есть она вроде бы хочет прыгнуть она вроде бы не крупный размер ну что тут келушник но этот келушник подожди да я хочу ее чтобы она сейчас не крутится не начал я хочу взять час подожди чтоб она воблер не это давай ставим 130 короче ребят что касается метаниума и бантама но однозначно это уже я не знаю десяток рыбалок из рук не выпускаю эту катушку катушка однозначно круче чем бантам ну мне по крайней мере больше нравится во первых настолько бархатный ход что даже не понимаешь что ты крутишь то есть нос настолько мягко круто просто бомба заброс но я бы сказал что что на бантами что на метане заброс наверное где-то плюс-минус одинаковый ну то есть я имею ввиду по комфорту но метан на комфортных регулировках то есть на регулировках как я уже говорил тех которые при которых летит приманка далеко и уже не бородит то метан кидает дальше реально дальше есть тестовое видео по сравнению бантама с метаном посмотрите там причем разница на одинаковой приманки разница при 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 пустим не при пустим а где-то по моему сейчас я не помню по моему 55 метров по моему разница в дальности то есть реально метан покруче если вы выбираете взять бантам или метан я бы я бы например посоветовал метаниум двадцатого года потому что катушка реально крутая классная да нет готовимся подгружать ее ну хорошая смотри как тянет уж точно бери пацан ухты 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 дунгель такая еле сидит наверно стоп да 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 воблер воблер моей мечты сегодня что-то трешек нету ребят вот попалась такая-то за два килограмма но до тройки не тянет все ловится на дуа реалис короче говоря оставлять один воблер в коробке в разных цветах и на него всегда ловить вот такая вот красопета горбит 130 все плюются на орбиты 110 у меня он ловит восьмидесятка вообще косит но я не ловлю сейчас на такие маленькие размеры потому что что-то мне неинтересно я достаю и мне кажется что я сошел с ума если поставлю такой маленький размер как как 80 вот сейчас а не знаю сейчас остановимся но я думаю еще где-то час нам порыбачить да все ребят заканчиваем рыбалку в одессе нервничает лупит воблер но рыбалка в принципе то для меня было и неплохая поймано 5 щук 2 окуня плюс пару сходов плюс пару поклевок у вадима к сожалению ничего ну в начни его день в общем как-то так все ребят всем ни хвоста ни чешуи до новых встреч всем пока а